Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Ну и как вы, наверное, уже догадались, радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня понедельник, 9 число. Позади 7 ноября, которое для кого-то почему-то еще имеет значение. Для кого-то жизни черных имеет значение, для кого-то 7 ноября. Но так случается. Прежде чем я представлю сегодняшнего собеседника, я хотел бы напомнить, что в ТВ-клубе «Континент» продолжаются интересные эфиры. И могу вам порекомендовать, не далее, как сегодня утром мы поставили мою запись с Михаилом Веллером. Ну, Веллера представлять не надо. Все прекрасно знают этого интересного, замечательного писателя, философа. И я думаю, что все те, кто любит сверять собственные мысли с его какими-то идеями, могут послушать. Почему призываю это сделать поскорее? Потому что, чем черт не шутит, у нас уже были прецеденты, что наши эфиры именно с Михаилом Веллером удалялись Ютубом. Итак, ТВ-клуб «Континент» на Ютубе, милости просим, не пожалеете. Ну и будем рады, если вы прокомментируете, если вам это будет, в принципе, интересно. Ну а сегодня я хотел представить нового для меня гостя, хотя вот он не новый в нашей благосфере, в радиоэфирах. Это журналист, блогер Михаил Зоткин из Шарлотт. Миша, добрый день. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Емир. Ну, мы горячо обсуждали с Мишей буквально вот в эти дни то, что произошло на выборах. Я думаю, мы продолжим этот разговор уже публично с вашим участием, надеюсь, которое произойдет уже после перерыва. А пока я хотел бы вот о чем. Сказать. Дело в том, что после вот того, что случилось, а случилось, ну, я много можно применить выражений и каких-то определений. По крайней мере, это напоминает не великое мошенничество. Может быть, кто-то обозначит эти выборы как великое мошенничество. Кто-то скажет, что это, в принципе, пуча и так далее. Любое определение, пожалуй, будет блекнуть перед тем, что действительно явило на миру вот произошедшее. Но мир при этом, поторопившись, быстро выбрал себе своего фаворита. По всем каналам это крутится, вертится. При том, что еще не сказали своего слова выборщики, не сказали своего слова те, кто выбирает у нас на самом деле президента. И вот я бы с чего начал. И хотел бы у Миши узнать, как его ощущения. Мне лично не нравится вот унылое состояние многих наших соотечественников, которые огорчились подобному. Я думаю, что еще далеко не вечер. И вот с этого мы и начнем, Михаил. Вечер или не вечер? Как ты думаешь? Ну, еще не вечер, у нас три часа дня только. Вот, это точно. И я бы, знаете, хотел что сказать. Вот я когда занимался спортом, у нас в ЗАИ висел такой плакат, было написано, что ты не сдался до тех пор, пока ты не сдался, тебя не победили. Вот для меня лично, да, пока Дональд Трамп сам не признает своего поражения, я не признаю, скажем так, что Байден выиграет. И я имею на это полное право, полное основание, потому что мы все видели, сколько людей выходило на демонстрации за Трампа, сколько людей выходило на демонстрации за Байдена. Мы все видели эти огромные ужасные фальсификации. И более того, мы знаем, что Трамп, в общем-то, боец. И он просто так этого не оставит. Поэтому я считаю, что у него еще есть козыри в его колоде. И что, ну, скажем так, нам очень рано сдаваться. Если мы сейчас все сдадимся, то мы просто его бросим одного. Он ради нас, в общем-то, пошел вот на эту Голгофу, да, на этот бой. И если мы сейчас все разбежимся, то, ну, я себе, допустим, этого не прощу. То есть я попробую идти последним, вот так вот, скажем. — Хороший ответ, но единственное... Миша, я знаешь, в чем тебе возражу? — В чем? — В одном. Вот догадайся. По поводу колоды. Вот колода как раз в руках у вот этих мошенников. Трамп-то, в принципе, шел как нормальный, честный человек в данном случае. Он надеялся на эту народную поддержку без всяких фокусов. Там не было каких-то... Я не слышал, по крайней мере, возражений. А в тех, действительно, штатах, где были все-таки более или менее соблюдены условия, да, неважно, даже там, где он, может, и проиграл, ну, где возражений не было. Почему? Потому что, собственно говоря, схема работала именно в ключевых тех местах, ну, мы знаем уже, где именно шла вот такая капитальная подтасовка. Поэтому колода была у его противников, согласись. Я бы разделил бы на две части этот вопрос. Первое, что его противники, да, играли крапленой колодой. И играли при этом еще с засученными, вернее так, с рукавами, да. Он просил их засучить рукава, давайте играть честно, давайте возьмем новую колоду и сделаем все по правилам. Они отказались это сделать. Это, конечно, грустно. Второй момент я бы выделил, что, ну, это такая немножко теория заговора, которая сейчас очень популярна, что Трамп, возможно, вел себя таким пассивным образом для того, чтобы поймать их за руку. Сейчас я немножко буду фантазировать, да, ну, а что если, например? Ну, вот Трамп, да, вот если, допустим, Трамп выиграл бы просто, как бы он выиграл в 16-м году, ну, еще 4 года. И все. И потом обратно мы выбрали Актазию, Кортес, там, для кого-то еще там. Возможно, что он действительно хочет осушить это болото, и это болото, на самом деле, оно не только в Вашингтоне. Это болото еще и все мы. Ведь кто подтасовывает эти бюллетени? Это же такие же люди, как и мы, учителя наши, да, которые там учат наших детей. Просто за последнее время нас убедили в том, что обманывать это нормально. Подтасовки на выборах были всегда, и люди уже с этим смирились. И возможно, что он хочет вот такую сделать кардинальную такую реформу, даже не реформу, а просто сказать, ребята, что смотрите, когда-то в этой стране было понятие, там, честь, совесть, достоинство, репутация, сегодня это все нарушено. И возможно, что он хочет просто довести эту ситуацию до такого, чтобы поймать всех за руку и устроить такую народную порку. Вот я бы хотел, очень хотел бы в это верить. Поэтому я до сих пор считаю, что все еще только начинается. Ну, хорошо. Ну, вот такая комбинация. Смотри, на самом деле, конечно, в любые времена было всякое, мы знаем это. Идеализировать не надо, никакое время. В 60-м году у Никсона украли также выборы. Но, может быть, его оппоненты все-таки рассчитывали, что он так же, как Никсон, в те времена скажет, что, ну, дабы не напрягать какие-то там, в общем-то, моменты в общественном сознании и в общественной жизни, соглашусь я, ну, далее Никсон все равно стал президентом. А далее, вот, очень даже смешно, Аутергей сейчас кажется такой забавной сказкой, смешной, вообще незначительной, и что после всего, что делалось уже после. Но смотри, то, что хотели оппоненты, мы видим. С Трампом нам пока надо только догадываться, какие у него реально мысли были. Оппоненты, мало того, что играли крапленными картами, они тут же включили все рычаги с своей подсобной прессой, которая вдруг встала в роли выборщиков. Очень смешная была, наверное, ты обратил внимание, Женя Левин в панораме опубликовал, да, то, что теперь 10 выбирают выборщиков в виде СМИ. Ну, хорошо, а как тебе все-таки реакция мировая? Вот она тебя задела как-то, или ты понимаешь, что это, опять же, та игра? Да, она меня очень сильно задела, меня, кстати, меньше задела реакция Нетаньяху, потому что я понимаю, почему он это сделал, но я не понимаю, почему это сделали, там, Меркель, Макром, им-то чего. И почему они использовали именно формулировку «электр», то есть в прошедшем совершенном времени, вот это мне непонятно. И даже я где-то слышал такую версию, с которой я полностью согласен, что кто-то дал оценку этим словам как грубое вмешательство во внутренние дела Америки. И я с этой формулировкой согласен. Я не знаю, там, как они нарушили, они какое-то международное право или нет. Не хочу давать правую оценку, но с точки зрения вот такого здравого смысла, это действительно грубое вмешательство во внутренние дела Америки. Объявлять Байдена выбранным президентом Америки. Ну, это абсолютно точно. Действительно, вот эта спешка, вот знаешь, как действительно, когда вор что-то своровал, он старается быстро смыться. Или быстро крикнуть «держи вора». Вот это объявление себя президентом и своей младшей подруги вице-президентом, значит, оно совершенно четко показывает, что вот оно состоялось именно так. Я иначе никак не могу расценивать. Ну, дождитесь. Если ты заметил, мне в Фейсбуке у меня было на этот счет очень маленькое замечание, и одна дама мне ответить решила. А что, четыре года назад, разве не так же объявили и объявили сразу. Она только забыла, что четыре года назад у противоположной стороны вроде не было возражений по поводу подсчетов и так далее, и она признала свое поражение. Тогда Трамп имел все основания объявить себя победителем, ну и со всеми вытекающими. Абсолютно верно, согласен полностью, да. Я могу еще дополнить, порассуждать. Вот такая тема немножко, язык телодвижения, что ли, так назовем, как вот «держи вора» и так далее. То есть, вот обратите внимание, если человек ведь выиграл и уверен в своей победе, он ведь так не ведет, он же не бежит там и не кричит там, что я победил. Но он знает, что он победил. И Трамп не ведет себя, как проигравший человек. То есть, видимо, действительно еще не все решено, и обе стороны об этом прекрасно знают. И поэтому продолжаются вот эти бомбардировки средствами массовой информации. Поэтому нас хотят убедить в том, что Трамп уже проиграл. Все, давайте, мы вас сейчас всех будем вычислять. Мы знаем, кто кому что платил, кто за кого голосовал. Это фактически угроза. Это тоже неприемлемо для правового государства запугивать граждан своей страны тем, что они поддерживали действующего президента. И цель всего этого одна и простая, чтобы мы сдулись, и Трамп перестал получать, чувствовать нашу энергию, нашу поддержку. И тоже сказал, ну, вам не надо, ну, и я тогда ухожу. Это все очень грустно и гнусно со стороны средств массовой информации. И меня это печалит намного больше даже, чем все остальное. Потому что это говорит о состоянии нашего общества. Это болезнь, серьезная болезнь. Ну, я думаю, что от СМИ мы этого и ждали. Может, от одного канала, который почему-то назывался протрамповским долгие годы, мы, может, не до конца ждали вот такой, скажу, несколько такое, ну, оно печатное слово, подлянное, скажем. Ну, собственно, это тоже предполагалось где-то как-то. Мы знаем, что еще с увольнения Ореля этот канал куда, в какую сторону ушел. Вот, но смотри, интересная штука, как не только американские, но и мировые СМИ подбрасывают всевозможные фейковые новости. Он уже Мелания с Трампом разводится. Вот уже зять ему говорит, да хватит там, давай, сдавайся и все такое. Вот, это создание атмосферы. Но мне важно, вот как ты по наблюдениям своих друзей, знакомых и так далее, вот что бы ты мог сказать, как они реагируют на это? Насколько они вот, не то чтобы верят этому, но насколько это воспринимается ими? Ну, я должен признаться, что уныние присутствует, к сожалению. Может быть, это даже не уныние, а разочарование, что, может быть, люди понимали, что будут играть, ну, скажем так, нечестно, но не ожидали, что настолько нечестно, настолько все это будет грязно. Поэтому сказать, что все хорошо вот среди нас, я так говорить не могу, к сожалению. Но просто по каким-то вот таким вот знаком, я для себя считаю, что все еще не решено далеко. И на самом деле мы просто еще немножко забыли простую вещь, что по Конституции, да, власть в этой стране принадлежит нам, народу. А сегодня получается, что власть принадлежит вот этим людям, которые на участке проводят выборы и демократической партии, которая объявляет себя победителем. То есть это прям как компартия раньше, вот у нас была в Советском Союзе, вот прям такая прямая аналогия. Ну, мне показалось очень интересным, я не знаю, обратил ли ты внимание на нашего одного бывшего губернатора, который, его зовут Рот Благоевич, он был в Иллинойсе, получивший 14 лет там за великое преступление. Ну, на самом деле он только хотел продать место Обамы, ушедшего тогда на президента, а он в Сенате образовалась дырка. Он его хотел заполнить за деньги, но бывает, черт попутал, бес попутал, он продал. Бы, но не случилось, но 14 лет это круто. В итоге его освобождает Трамп, и теперь, конечно, Благоевич получается в ситуации вещателя, как бы не со стороны демократа. Вот он буквально в небольшом интервью сказал следующее, что всегда было у демократов, всегда это нарушение выборное и так далее. Это обычная традиционная вещь. Что там удивляться, ребята? Но он еще добавил, что в этот раз это было беспрецедентно. И вот мне кажется, вот такие, конечно, могут сказать, он обиженный и так далее на своих сопартийцев, но ведь я думаю, что он отдает себе отчет к тому, что он говорит. Он все-таки политик, и он понимает цену тем или иным словом. Вот мне бы хотелось, чтобы он, конечно, был не единственный человек в стане противника, который бы честно признался в чем-то. Я думаю, что мы все это чувствуем, что такое беспрецедентное подтасовки, и уже об этом все говорят. И это даже если об этом бы не говорилось, но люди, которые имеют глаза и уши, они это прекрасно осознают. И знаете, что здесь самое страшное, на мой взгляд, что когда вот так вот в наглую отбирают или даже грабят, потому что это явные выборы, то такая власть потом не уважает свой народ и начинает на нем просто оттаптываться. Это закон психологии. Это знаете, как вот если там муж не сочинил хорошую такую отмазку, когда он сходил куда-то там налево, значит, он все, он жену уже ни во что не ставит. Для нее это первый звоночек. Если он, знаете, как ей говорят, дорогой, где ты был? Она говорит, ну ты же у меня умная, придумай сама. Примерно такие вот ощущения от того, как прошли эти выборы, что просто мы для них уже не существуем. Поэтому если Трамп сейчас что-то не сделает, то я не знаю, тогда действительно мы будем банановой республикой. Или мы это заслужили своим действием, своим равнодушием. Ну, сделает или нет, мы, конечно, посмотрим. И все-таки надеемся, что это не тот человек, который без боя сдастся. Действительно, мы не можем сказать, чем все закончится, ну, зачем гаданием заниматься. Но мы понимаем, что все, что необходимое, что возможное, он сделает. Скажи, пожалуйста, вот, ну, Чикаго, известно, гиблый город со своими демократическими правителями, десятилетиями, скоро уже, наверное, столетиями будет, которые правят и уничтожают этот один из лучших городов на самом деле страны. А как в Шарлотте? Там же тоже вроде бы получилось что-то, что-то чуть ли не поровну. Как так? Ну, у нас в штате тоже губернатор Рей Купер, он демократ. И, к сожалению, мы не смогли избрать Тома Тиллиса. А, нет, Фореста, по-моему, избирали. А проиграл он. И люди, которые знают нашего губернатора, очень расстроены этим обстоятельством. И получается, что вот демократ-губернатор, и поэтому наша Северная Каролина так проголосовала. Хотя я думаю, что все-таки проголосовали мы гораздо лучше, потому что мы несколько раз тоже принимали участие там и на траках, и на мотоциклах в поддержку Трампа. Мы видели, в общем-то, реакцию людей. И ничто не подвещало вот такого исхода. Поэтому я все-таки считаю, что подтасовки были и были довольно-таки сильными. В том числе. Ну, получается так, что мы видим, что там, где власть в руках у демократических губернаторов, мэров и так далее, то все выстраивается в одну логическую схему, что там, естественно, включаются вбросы, включаются мертвые души и так далее. Кстати, интересные примеры. Вот как ты их прокомментируешь, когда человек находит, которому по его паспортным данным 120 лет, а он, оказывается, из тех, кто голосует? Ну, мне кажется, мы забыли, что вообще подтасовка выборов – это уголовное преступление. То есть расследовать это проще простого. Но опять, кто это будет расследовать? То есть у нас нет права вести следственные действия, мы не можем даже его возбудить, уголовное производство. Это вопрос к соответствующим компетентным органам, как вообще такое возможно? Миша, у нас нет, но у властей есть. У властей есть, да. У властей есть. Вот я про это и хочу сказать, что это вопрос к властям. Они должны на местах делать расследование и выяснять, была ли подтасовка или ее не было. Найти и установить, в данном случае установить истину гораздо проще, чем в случае, например, голосования mail-in, или когда там кто-то поставил галочку за кого-то, а тут, пожалуйста, есть живой человек, он проголосовал, есть бюллетень, а человека нет. Все, точка. Вот это меня вообще повергает в шок. Меня вообще, как здесь организованы выборы, повергает просто в шок. То есть вот раньше, знаете, когда в пещере люди кидали камушки за вождя, там черный влево или белый камушек, это было честнее, проще, понятнее. А мы в 21 веке сегодня ракеты в космос запускаем, а выборы организовать не можем и посчитать не можем нормально. То есть просто вот это меня опять тоже повергает в шок и в уныние гораздо сильнее, потому что это насмешка над здравым смыслом, просто так. Я тут могу не сказать, что я не верю в случайность. Я говорил с одним очень крупным человеком в айтишной сфере. Он софтвером занимается и вообще знает про технологии чуть-чуть больше, конечно, чем обыватель, потому что у него крупная компания и в разных странах мира ее филиалы. Он мне говорил, что еще лет 15 назад можно было сделать так, чтобы все работало как часы. Но значит кому-то это очень нужно, чтобы вот такой бардак сохранялся, потому что в мутной воде ловится какая-то там рыбка. Известно. Ну опять, если, допустим, мы об этом знаем, этот человек об этом знает, неужели Дональд Трамп об этом ничего... Знает? Знает. А это ждем, ждем, еще не вечер. Еще не вечер, вот. А сушить болото, да, у него было такое желание, но мы прекрасно знаем, желание это желание. Но дело в том, что практически 4 года он сталкивался не только с своими реальными противниками той стороной, но и сколько его саботировали собственные Невер Трамперы там, собственные партии. Но тем не менее, самое печальное вот наблюдается, какие идут же вбросы о том, что его соратники все от него отвернут. Ну, условно соратники, я имею в виду видные деятели республиканской партии. Смотри, опять это все укладывается именно в тот самый заговор, потому что... Ну как, Линдси Грэм говорит одно, Fox News публикует совсем другую историю. То есть берет совершенно выдержку из контекста, и таким образом создается впечатление, Грэм его продал, тот его продал, тот его продал, и с кем он остался? Только с семьей. Потом вдруг говорят, зять его тоже говорит, что хватит, уходи. Ну как? А кто это слышал? Ты мне можешь показать такого человека? А точнее, понятно, что это. Я согласен с тем, что Fox News его предал, и на мой взгляд он предал его очень давно, потому что я когда-то занимался там, скажем, рекламой, и я понимаю, как работает картинка. То есть если у вас там замечательный сок, но вы на этикетку, скажем так, нарисуете клубнику, или поставите красивую фотографию, это два абсолютно разных продукта. Вот когда Fox News пишет статью вроде бы за Трампа, а помещает фотографию, где он выглядит непрезентабельно, то я уже сразу тогда понял, что Fox News только делает вид, что он за Трампа, что в принципе и подтвердилось. И вот так же, на мой взгляд, его предала республиканская партия, потому что мы с товарищем хотели пойти наблюдателем на эти выборы. Мой товарищ активный, он звонил им, писал им, они его месяц промурыжили, а потом сказали, извините, вы нам не подходите или не нужны. Ну хорошо, я бы согласился, что у них есть кандидаты лучше, чем мы, да, у нас там английский плохой, там и так далее, там, может, недостойны мы. Но в таком случае у них должно было быть уже все места заполнены, и на каждом участке должно было быть, как положено по закону, допускается максимум два наблюдателя. Но мы пришли, когда посмотрели на участок, я не увидел там такого количества наблюдателей. Поэтому я считаю, вот эта пассивность республиканской партии, такая граничащая то ли с преступностью, то ли с предательством, то ли, может быть, опять это часть какой-то многоходовой игры Дональда Трампа. Я такой вероятности тоже не исключаю, потому что, ну так вот, чтобы все так было просто и глупо, тоже неохота в это верить. Но факт остается фактом. Только тебе, да, я вот сейчас еще эту мысль про деньги скажу, то есть, я больше ни копейки не дам. Просто, потому что, ну, там каждый день по 10-20 смс-ок, дай помоги, дай помоги. Ребята, да вот мои руки, я готов за вас, куда и прийти, скажите, я руками и своими участиями сделаю намного больше. Нет, ты не нужен, а вот денег дай. А денег дай. Ну, хорошо, мы послушаем еще, что после перерыва скажут наши уважаемые слушатели. А пока оставайтесь с нами, никуда далеко не уходите, послушайте обязательно важные рекламные объявления, и мы вернемся через детский момент. Возвращаемся в программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Хотел бы только уточнить, Игорь, мы принимаем звонки? Да, конечно. Я единственное напомню, что с нами Михаил Зоткин из Шарлотт, журналист-блогер. Слушаем вас, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задолго, незадолго до выборов у нас в Нью-Йорке мэр города и губернатор тихо пугали людей тем, что в случае победы Пайтона сторонники Трампа якобы устроят у нас погром. И из-за этого многие люди уехали из Нью-Йорка и свои бизнеса, они покрыли фанерой, и все улицы, кажется, даже по сей день находятся в мертвом состоянии. Ну вот, Байден победил, я что-то не видел, что хоть один сторонник Трампа вышел с Куалды и стал громить эти магазины. И тем не менее, сторонники Демократической партии из Антифы и Black Lives Matter всю ночь выборов активно вели себя, и мне кажется, они были готовы уже приступить как раз-таки к этим погромам. А как происходила ситуация у вас в Чикаго и в Шерлоте? Спасибо. Ну, Миша, пожалуйста, начинайте. Давайте, да, я начну. Ну, у нас в Шерлотте все было спокойно, и спокойно остается до сих пор. То, что говорят жулики, как правило, все делается наоборот. Это их, как вот Игорь сказал, да, вор первым кричит, держи вора. И пытаются обвинить других в том, что они сами хотят, собираются сделать, что вы, в принципе, и наблюдали. Вот и все. Ну, все правильно. Дело в том, что почему-то многие не учитывают, что в разных городах действительно вышли люди, которые голосовали за Трампа. Они посчитали, естественно, себя обманутыми. Они посчитали себя униженными. Но при этом я тоже не знаю никаких таких данных, которые бы показали, что в каком-то из городов эти люди начали громить витрины, сносить памятники и так далее. То есть, но они вышли многие с тем, что они не просто голосовали, они в том числе и стали свидетелями каких-то вещей, которые, в общем-то, нарушали закон и так далее. И они, в принципе, я думаю, настроены на продолжение борьбы. Я бы хотел вот о чем сказать, что есть петиции, и не забывайте их подписывать. Они вот-вот наша общественная, может быть, задача. Хорошо, у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Алло, здравствуйте. Это Эдуард из Нью-Йорка. Я уже задавал этот вопрос, но почему-то он как-то повис в воздухе. Ну, смотрите, есть же результаты выборов, перевыборов для каждого города, в котором известны, так сказать, или эти жители имеют гражданство или не имеют гражданство, известна их подпись. Так, я тогда не понимаю. И, кстати, все эти данные числовые, то есть, даже когда проходит там скинирование, это тоже числовые данные. Это же можно очень просто, так сказать, проверить и сразу определить, кто там не ситизм, кто там не ситизм, кто мертвые души, что там 120 лет, это вообще что-то смешно. Это же очень просто. Я не понимаю, почему так все сложно. И, может быть, это не используется. Вот мне это совершенно непонятно. Миша, есть ли ты? Да, я могу сказать, но мы об этом уже говорили в этой передаче, что человеку 120 лет, и что действительно это можно все расследовать, и что мы тоже не знаем, почему это не расследуется. Такой же вопрос. На самом деле, власть – это такая сложная штука, она не действует сама по себе, и не всегда там, скажем, есть здравый смысл. Поэтому это, на мой взгляд, я думаю так, что эту ситуацию изменить сегодня может только Трамп и его команда, к сожалению. Мы можем только ждать, наблюдать, и вот, как Игорь сказал, какие-то петиции подписывать. Вот мы, допустим, послезавтра пойдем на митинг в поддержку Трампа. Но это все, что у нас остается. И этот митинг будет мирным, и все об этом знают. И никто не боится сторонников Трампа. А вот сторонников Байдена почему-то все опасаются. Это возвращаясь к первому вопросу про Нью-Йорк. Да, ну, сторонники, в общем-то, демократов, известно, как себя ведут. Вот не далее, как несколько дней назад, два или три дня назад, в той же Флориде случился эксцидент, когда была демонстрация, подъехала машина. Слава богу, они стреляли резиновыми пулями. И поэтому, ну, там, двое сторонников Трампа, они были ранены и получили какие-то... Но это, скажем так, незначительные. Хотя и резиновые пули можно тоже попасть. Там у женщины ей попали в висок, а могли и в глаз. Но у них задача запугивать. Они запугивают. Несомненно. Миш, мы примем еще звонок, попробуем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас делаю все ради. Вы знаете, что? Я хочу вот обратить на что внимание. Когда Обама приступил, была его первая речь после инаугурации, он сказал, что я изменил Медику. Я не знаю, кто-то внимания на это или нет, но мне это очень запомнилось. И мне кажется, все эти восемь лет, что он был у власти, они готовили совершенно другого. На это место. И Трамп был для них неожиданностью. Даже если бы не был Трамп, был бы кто-то другой, но не их человек, они бы делали то же самое. И у меня такое ощущение, что все давно продумано и подготовлено. Спасибо. Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Я думаю, что перемены в Америке начались уже очень давно. И если кто-то хочет узнать об этом получше, то почитайте книжку Юрия Безменова, когда это все началось и как все это работает. Я думаю, что когда пришел Обама, пришел уже на условно, скажем так, подготовленную почву. И действительно, те изменения, которые мы видим, это уже как прорвался гнойник. То есть болезнь, скажем так, возникла 40 лет назад за счет идеологического разращения населения, которое мы не заметили. И когда нам даже говорили и показывали и указывали, мы сначала не слышали, потом услышали, но не поняли. Потом поняли, но отмахнулись, потому что нам надо было кормить семьи, строить свою карьеру. И нам было не до этого. Нам казалось, что это такой очень прочный корабль, как Титаник, такой непотопляемый. И тот, кто говорил, смотрите, тонет. Мы старались этого не замечать, мыли смеяться. Поэтому то, что сейчас происходит, это такой заслуженный финал. Единственное, что все-таки еще столкновения с айсбергом не произошло. И еще есть шанс убедить, скажем так, капитана или команду принять меры и с нашей помощью как-то эту ситуацию предотвратить. Ну, несомненно, можно и так расценивать. С другой стороны, мы видим, что Америка действительно разделена сейчас на два полюса. И мы обнаружили то, что есть все-таки полюс людей, остающихся, во-первых, привержены каким-то идеалам, над которыми смеются. Смеются с другой стороны. Есть та Америка, где уважают гимн, флаг и так далее. А есть Америка, которая считает, что можно его сжечь и так далее. Есть Америка, которая встает на колени. Есть Америка, которая, слава богу, в голове этого не держит. У нас есть звонок. Попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. А, добрый день. Я так понимаю, что Трамп, он не удобен всем. Этот истеблишмент, республикация, так называемый. Так. Ну, я думаю, что мы можем ответить, да? Да. Вопрос понятен, но, безусловно, он, нет, не так. Что делать миллионам, что делать миллионам людей, которые стояли по полдня в очереди, которые верят в Америку и которые восхищаются сейчас, что им делать? Эти разборки внутри вот этого болота, это одно. А люди, которые здесь живут и которые верят в эти идеалы, и которые голосуют, и которые, ну, понимают, что это беззаконие. У меня сегодня на работе мексиканка, которая всю жизнь голосовала за демократов, но в этот раз она была просто в шоке. Она говорит, на глазах у всего мира. Это какие-то шулеры, это какой-то, это такой обман, это стыдно просто. Стыдно за страну. Вот что делать таким людям? Что делать, Миша? Пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо за звонок. Вот такая эмоциональная боль еще вселяет надежду, что еще не все потеряно, что еще есть неравнодушные люди, которые вот готовы что-то делать и спрашивают, что делать. Потому что, к сожалению, есть люди, которые уже смирились, там кто-то собирается уезжать, но кто-то еще хочет побороться. Я уже говорил, что нужно бороться. Как? Я пока не знаю, к сожалению. Да, у нас есть там много прав, и мы должны при необходимости, в случае необходимости этими правами воспользоваться. Мы должны всегда помнить, что мы народ, и что власть, согласно Конституции, принадлежит нам, а не кучке тех, кто хочет узурпировать эту власть. А это именно называется словом узурпация власти, и никак иначе. То, что Трамп неудобен никому, кроме нас, да, вот небольшая, скажем так, половина Америка, которая его боготворит, вторая половина его ненавидит, и есть еще огромный, сильно левеющий мир, включая Европу, который тоже, к сожалению, почему-то против Трампа. И это признак того, что больна не только Америка. Вот эта болезнь левизны, она, я не знаю, как она, как вирус, дала какую-то приманку красивой, сладкой жизни, и теперь мы видим последствия от этого, от всего. То есть были, видать, какие-то хорошие, легкие времена, мы расслабились и получили то, что получили. Мы забыли о том, что и за свободу свою нужно бороться, что она не дается по факту рождения, что за нее отцы, деды воевали, что-то для нас делали. А мы считаем, что теперь долго забор бы ухватили, и так будет всегда. Спасибо. А у нас есть звонки? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня предложение, я бы хотела бы, чтобы вы сказали, как вы к этому относитесь. Вот мне кажется, что мы должны подготавливаться к следующим выборам, начать уже сейчас. Дело в том, что основные вот эти фальсификации были сделаны не на избирательных участках, потому что вот и Сергей, и я работали с судьями, и там особых, ну, может быть, где-то кто-то ошибся, это уже такая ерунда, что ни на что не повлияло. Основные вот эти вбросы происходят в местах консолидации. Там, куда свозят результаты от этих участков. Вот мне кажется, там, может быть, где основная консолидация по штату происходит, вот там вбросы. И туда каким-то образом нужно внедрить наблюдателей. И вот надо узнать, как это делается, и кто это может быть утвержден. И об этом надо волноваться прямо сейчас, потому что если мы начнем волноваться даже за 6 месяцев, ничего мы сделать не сможем. Как вас не пустили наблюдать, так и туда нас никого не пустят наблюдать. Поэтому, как говорится, надо заботиться сейчас. Вот ваше мнение. Спасибо. Давайте я начну. Мое мнение такое, что если эти выборы, окажется, что их выиграл Байден, то следующих выборов уже не будет. Это мое личное мнение. Вы можете расслабиться и получать удовольствие. То есть они будут, конечно, формально, но вот эту систему, если мы ее сейчас не сломаем, то потом ее тем более не сломаем. По поводу того, как все правильно организовать, для этого достаточно интеллекта, я не знаю, там, школьника, чтобы понять, что такое хорошо на выборах и что такое плохо. И даже школьник вам скажет, что а почему в разбирательной комиссии в основном все представители от демократической партии? Почему бы не сделать так, что половина от демократов, половина от республиканцев? А почему вы не допускаете наблюдателей на эти выборы? А почему вы не делаете разъяснительную работу с населением, какой бюллетень считается испорченным? Вот поставили, допустим, номер мне на бюллетень, а я не знаю, он должен там быть, этот номер, или этот бюллетень пометили на выброс. И никто мне об этом не говорит. Я должен по крупицам собирать информацию о том, как мне правильно проголосовать, чтобы мой голос не был выброшен в урну. И таких моментов очень много. Например, волонтер. Все думают, что волонтер это наблюдатель. Нет, это абсолютно разные вещи. Но я сейчас в эти дебри лезть не хочу. Просто то, как организована избирательная комиссия в Америке, даже в России она лучше организована. В России бабушки знают, как правильно голосовать. Поэтому это вопрос воли нашей, а не интеллекта. Да, есть такое дело. Но я скажу на самом деле пару слов, что еще и эти выборы не закончились. Давайте мы с ними закончим. Потом мы будем думать. Но здравая идея о том, чтобы как-то к этому готовиться с первого дня. И что-то делать. Окей, слушаем, кто нам звонит. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу поговорить с Игорем Цесарским. Вы уже говорите? Да, Игорь. Я хотела рассказать, что я смотрела до выбора в программу «Ворум» с Бенноном. И там выступил лейтенант-генерал военно-воздушных сил в отставке. Его фамилия Маконенни, как нашего пресс-секретаря. И у него присутствовала у Беннона Синди Пауэлл. И этот человек рассказал, что после 9-11 была создана система компьютерная отслежки у иностранных государств террористов. Там можно было менять данные. Я запомнила имя Денис, его фамилия. Он сказал... Так вот. Ну, перезвоните, пожалуйста. Нет, нет. Обрывается почему-то связь, но человек на линии. Я не знаю. И генерал-лейтенант сказал, что это учтите, эта система называется выстрел. Ой, хэмер. И эта система может быть использована во время выборов. И дело в том, что в 12-м году и в 12-м году эту... А я не знаю. Я звоню из Нью-Йорка. Говорите, говорите. Мы вас слышим. Не выстрел. Не выстрел она называется. А... Ну, вы не слушайте радио. Там идет задержка. Вернее, через интернет. Поэтому... Хэмер называется эта программа. И он сказал, что в 12-м году эту программу Обама взял для отслежки в Америку. Она не только уже используется для государств за рубежом. И он сказал, что вот эту программу... там идет задержка. Там идет задержка. И, вернее, через интернет. Ну, как это называется эта программа? И он сказал... Мы вас слушаем внимательно. Что... Я уже не знаю, вы задерживаете. И он сказал, что в 12-м году эту программу Обама взял в Америку. Он использует ее по Америке. И он сказал, что вполне возможно, что она будет использована во время выборов. И вот этот глыч, который произошел, вот это... Наверное, вот использовали вот эту программу Хэмер. Понятно. Так. Ну, давай я начну попробую ответить. Ну, еще раз. Возможно, это правда. Даже, скорее всего, это правда. Вопрос в том, что я уверен, что президент Дональд Трап об этой программе прекрасно знает. И я уверен, что у него какие-то есть, скажем так, контраргументы против этого. Потому что, ну, если бы вот он знал, например, что все уже, все решено, и он ничего сделать не может, я не верю, что он вел бы таким образом себя. Поэтому я по-прежнему сохраняю оптимизм. И я думаю, что вот эти все программы, это как раз-таки то, на чем он и будет ловить этих шулеров и мошенников за руку. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Да, мы тоже в это хотим верить. У нас еще звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я смотрела, то есть, я не видела эту передачу, потому что в последнее время я вообще не могу включить телевизор и смотреть у меня просто, я under stress. но моя сестра сказала, что по Fox News передали, что создано софтвер для того, чтобы трансфер votes for Trump into Biden. Что-то вы слышали об этом? Спасибо. Это то, что сейчас было про эту программу ГЛИЧ, которая до 3% голосов может переформатировать, скажем так, и отдать их от одного кандидата к другому. Она может и больше, но просто больше 3% это как бы заметно, поэтому они вот пытаются как бы на уровне радара это все менять. Да, мы об этом слышали, насколько это правда, мы можем только спекулировать. Я думаю, что подобного рода запросы пойдут, и это будет не едино, а как бы разовые, не разовые какие-то. И если действительно будет серьезное расследование, то никто не знает, в каком количестве вот этих перераспределений мы получили, потому что мы прекрасно осведомлены, как буквально в какие-то минуты там перевернулось, подсчет голосов перевернулся в Пенсильвании, Вискансине, ну и в нескольких других штатах. Настолько все это выглядит сомнительно, но это так же сомнительно, как 99,9 там где-нибудь голосуют за диктатора, но это же мы, мы говорили всегда, но это же там, где, где, да, еще повязки только сняли набедренные якобы, а получается, что единственное, во что можно поверить, вот как ни странно, можете считать меня, скажем так, мое заявление не очень правильным, но тем не менее, Дип-стейт, и не Дип-стейт, а Вашингтон, который, вот в общем-то, ядро вот этого всего, безобразия в нашей стране, 95, сколько процентов отдали Байдену, вот где корень содержится всего, цветы зла, да, окей, у нас есть звонки, алло, слушаем вас, так, говорите вас, слушаем, окей, идем дальше, добрый день, пожалуйста, вы в эфире, Добрый день, вы бы могли, пожалуйста, объяснить, вот когда Верховный суд объявит, что Трамп победил, как вообще это будет происходить, как они будут сообщать народу и вот этим с тем сумасшедшим, который уже Байдена танцует, радуется, как все это будет на самом деле происходить? Миша, пожалуйста, версия. Это очень хороший вопрос, но если Верховный суд объявит, что Трамп победил, то действительно можно ожидать волнений, и я думаю, что вот эти все танцы, Камалы Харрис и Байдена, они и настроены на это, чтобы возбудить вот эту толпу и потом в случае чего спустить ее на нас. Я действительно этого опасаюсь, но это мое личное мнение, вот поэтому, тем не менее, конечно, я с удовольствием жду и надеюсь, когда Верховный суд объявит, что победил Дональд Трамп, и мы будем готовы, у нас для этого есть оружие, мы должны же как что-то тоже сделать, почему только один Дональд Трамп должен рисковать своим состоянием и даже своей жизнью ради нас. Если вы читали его речь, когда он сказал, что у меня было все, я пришел во власть, чтобы сделать эту страну снова великой, потому что я чувствую не только любовь к этой стране, которая дала мне все, но я еще чувствую свой долг, я чувствую, что пришло время отдать свой долг, поэтому я думаю, что, наверное, когда-то придет и наше время отдать тоже свой долг этой стране, если мы ее любим. Ну, это совершенно верно. И я думаю, все-таки, что вот та волна, которая может подняться, она может быть и легко, ну, легко, но очень сойти, потому что существует по-хорошему нацгвардия, существует полиция, если дать им работать, а не мешать, я думаю, что все это быстро уляжется, потому что, в принципе, ну, мы помним 2000-й год, и там уже тоже горы уже приветствовали как, практически, как победители, и тоже были танцы и прочее, а потом благополучно объявили, что, что, в общем-то, президентом становится Буш. И, ну, и что? Я понимаю, что все-таки такого противостояния жесткого не было в то время, мы не припоминаем, но, тем не менее, прецедент это уже существовал, и что? Чего? Скушают. Но важно, чтобы это произошло. Как ты думаешь, Миша? Ну, я думаю, что все, что было до этих выборов и до 16-го года, это все была такая игра пинг-понг, там менялись демократы, менялись республиканцы, это как, знаете, как в России менялся Путин и Медведев. И они примерно знали, что могут договориться, да? А Трамп, поскольку человек внесистемный, он эту всю систему начал ломать, и поэтому сейчас фактически в Америке уже идет гражданская война. Пока холодная, пока холодная, но может быть и горячая. Я думаю так. Это, конечно, похоже с точки зрения, там, закон, это похоже на ситуацию Горбуш, но с другой точки зрения, с учетом еще того, что появился у нас интернет великий, могучий, и который уже стал несвободным. Если в 16-м году он еще был относительно свободный, то сейчас, конечно, да, там, можно опять если пофантазировать, я не удивлюсь, например, что они сейчас там нарисуют Дональда Трампа, что он говорит, я проиграл, да, отрубит нас от всех каналов, скажет, все, ребят, складывайте, я сдаюсь. А он на самом деле вместе с Абвом придет. А вот это мы уже оставим нашим другом. Пускай они говорят о чем угодно, а мы будем надеяться на лучшее. Спасибо, Миша, что посетил. Спасибо, Игорь, спасибо. И всем, кто нас слушал, до новых встреч.